Приветствуюсь на своем канале и сегодня мы с вами будем вышивать нарцисс еще одним способом. Мы уже с вами вышивали по-моему двумя способами, это у нас с вами будет получается третий. Для того, чтобы вышить такой нарцисс мы возьмем с вами ленту белого цвета 1,2 см шириной. Можете взять желтого цвета, нарциссы бывают разных цветов, белый, желтый, ярко-желтый. Также для серединки мы с вами возьмем узкую ленту 0,6 см. Мы также возьмем с вами зеленую ленту для листьев и стебля, иголку для вышивки лентами. Я использую обычные штопольные иглы. Нам понадобится еще с вами зажигалка, ножницы, канва, на чем вы вышиваете, у меня это лен, и пяльцы, если вы вышиваете на пяльцах. И для начала мы с вами начнем вышивать с цветка. Для этого мы возьмем с вами ленту белую, у меня белый нарцисс. Отрезаем с вами ленту по диагонали. Так лента легче вставляется в иголку. И ленточными стежками мы сейчас будем с вами делать лепестки нашего цветка. Если вам трудно, вы можете определиться, где у вас будет центр, но в принципе это не обязательно. И будем с вами вышивать мы. Значит, оставляем хвостик 1,5-2 см. Ленточку будем выправлять, у меня лицевая сторона это блестящая, вы решаете, какая у вас будет лицевая, матовая или глянцевая сторона, выправляете на лицевую сторону. И мы будем с вами ленту вставлять не в центр, а в край. То есть один лепесток будет состоять из двух стежков. Мы вот так вот с вами сделаем. И второй рядышком, вот здесь вот прям рядом. Также выправляем ленточку. Только иголку мы теперь будем вставлять с вами с этой стороны. То есть как бы они будут смотреть нас друг на друга. И мы с вами получим такой вот остроконечный лист. Ленту сильно не тяните. И вот мы с вами получили один лепесток. Таких мы с вами будем делать 6 лепестков. В центре оставляйте небольшое место. Это у нас там будет с вами серединка располагаться. И также мы с вами будем делать по кругу. Опять сюда, в этот край. Придерживаете ленточку. Подтягиваете. И опять здесь. Поправляем опять с вами на лицо. И с этой стороны в этот край. То есть у нас с вами лепесток должен как бы смотреть вовнутрь получается. И также пальчиком придерживайте здесь, чтобы он у вас сильно не укрутился. Еще раз повторю. В серединке мы оставляем с вами небольшое место. Для того, чтобы сделать серединку нашего цветка. Этот цветочек у меня будет немножко поменьше. Потому что тот я большой очень сделала. Чтобы он у меня с вами влез сюда. И вот так. И так мы с вами делаем 6 лепесточков. Вот мы сделали с вами 6 лепестков. Ленту мы с вами отрезаем. Берем ленту желтую. Вы также можете брать любых цветов нарциссов. Сейчас очень много сортов. Поэтому здесь уже какую хотите. Ленту мы с вами узкую, чтобы она у нас с вами не выскакивала из иголки. Мы с вами закрепляем таким вот образом. Чтобы она у нас с вами не выскочила. И также с серединки мы будем с вами заполнять центр наш. Нам надо весь с вами его заполнить желтым. Здесь также оставляем 1,5-2 см хвостик. И просто вот таким вот образом. Не в ленту. Просто мы втыкаем с вами в белую ленту. Если это не ленточный стежок. Это просто мы с вами будем делать стежок. И также по кругу мы с вами будем... Нам надо с вами заполнить все пространство желтой лентой. Можете взять потолще ленту, но в серединке получается она очень сильно загибается. И поэтому получается такая как комок. Поэтому возьмите лучше узенькую, лучше почаще. Но она так не загибается в центре. И вот так мы с вами заполняем наш центр. Ленточку естественно мы с вами покручиваем, чтобы она у нас была красива на лицо. И вот так будем с вами делать. После того, как мы с вами заполнили центр, мы с вами переходим... Тоже мы будем продолжать с вами делать центр, но будем делать с вами сбоку здесь. И делать мы будем с вами таким вот образом. Вытаскиваем ленту с вами. Делаем вот такую вот как бы складочку. И втыкаем с вами в ленту. Сейчас повторю. И аккуратненько, сильно не затягиваем, чтобы у нас с вами получился вот такой вот барашек. Опять покажу вам. Вытаскиваем. То есть нам надо по кругу с вами сделать. Вы видели нарциссы, наверное, такие... У них такой махровый центр такой получается. Он такой волнистый. Опять делайте небольшой такой барашек такой получается. Складочку. И опять тоже не затягиваем. Можно, в принципе, делать французский узелок. Но этот смотрится более такой... Он более рельефный. И вот так мы с вами заполним наш центр. Вот так. Вот так. После того, как мы заполнили с вами центр, ленту мы также здесь отрезаем. Мы потом с вами, конечно, обязательно все это обработаем. Ленту 0,6 см зеленого цвета для наших стеблей. Вставляем то место, где у нас с вами будет располагаться стебель. Сверху рекомендую сразу вам его закрепить, либо пришить, либо припаять к работе, чтобы он у нас с вами никуда не девался, когда мы с вами будем его закручивать. И мы его с вами закручиваем, ленту. Снизу я, как вам уже говорила, я обычно, чтобы вот этот весь завиток у нас с вами держался, я обычно вставляю в ленту. Вот так вот, чтобы он у нас с вами не раскручивался. И делаем несколько ленточных стежков. Ленточным стежком делаем несколько листьев для нашего нарцисса. Они у вас могут быть прямо располагаться, могут загибаться. То есть, как бы, нарцисс, они такие тоненькие, смотрящие вверх. Здесь у меня немножко они, конечно, маленького размера, но это просто, чтобы оно поместилось у меня в такие маленькие пяльца. Вы, конечно, делайте соответствующего размера вашим цветам. Конечно, они будут чуть побольше. Вот у меня просто маленький мини-образец. И делаем с вами... Можно вот так вот загнуть. Берете и, допустим, вот так вот загибаете. Дополнительно можно в этих местах пришить. То есть, как бы вот... То есть, вот так дополнительно иголочка вы пришиваете. Отрезаем все наши хвостики. Мы обязательно обрабатываем зажигалкой, чтобы у нас ничего с вами не махлилось, не сыпалось. Если вы это делаете на лине, как у меня, можно припаять смело к ткани. Ничего с вашим лином не будет. И получились у нас с вами вот такие замечательные нарциссы. И если вы впервые на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Буду рада на них отвечать. Буду рада вас видеть в следующих своих видео. И всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok